МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я обращаюсь к мужской части нашей аудитории, тех, кто смотрит телеканал «Радость моя», потому что наша тема – мужские вопросы. Нам пишут много, на наш сайт «Закон Божий» приходят письма и от мужчин, и от женщин, от людей еще юных, и от зрелых. Но вот мы выделили такую категорию, которая относится к мужским вопросам. Раб Божий Олег пишет нам. «Я четыре раза вступал в брак и четыре раза разводился. Браки не венчанные. Я уверовал и уже два года в церкви. Покаялся и отрекся от своей прошлой жизни. Живу с мамой и сыном. Теперь для меня отношения между мужчиной и женщиной возможны только после венчания. «Тяжело одному, но прекрасно понимаю, что сам виноват. Могу ли я венчаться? Или для меня один путь безбрачия? Благословите и помолитесь обо мне грешным». Ну, начну с вашей просьбы. Бог да благословит вас, Олег. И благословит вас, вот действительно духовно отречься от вашей прежней жизни и благословит вас создать хорошую, крепкую, радостную, любящую семью. Нет, не надо думать, что вам предстоит только один путь безбрачия. Нет, это не так. Но, конечно, вот нельзя повторить ошибок прошлого, нельзя торопиться. И лучше всего искать невесту в храме, идя вот церковным путем. Наверное, вы ходите в какой-то храм, в какую-то церковь. Если у вас есть духовник, то есть священник, у которого вы постоянно исповедуетесь, обратитесь к нему и попросите, вот может быть он вам посоветует, на кого обратить внимание. Ведь он же принимает исповедь, он знает своих прихожан и прихожанок. И опираясь на его совет, вы сможете создать хорошую, счастливую семью. Я этого вам желаю, но просите у Господа терпения и послушания. Тогда вы сможете от Господа получить то, что желает ваше сердце. Раб Божий Михаил пишет нам о очень такой драматической ситуации. Мне 27 лет. В детстве я стал свидетелем измены своей мамы. Я про это ей ничего не говорил, но отношение к ней ухудшилось еще тогда. Сейчас эти воспоминания дают о себе знать в связи с тем, что я испытываю огромную неуверенность в себе. Участвую в таинствах, пытаюсь стать более взрослым, но очень боюсь близких отношений с противоположным полом. Как мне быть? С кем обсудить и решить эту проблему? Я о ней никому не говорил, даже священнику. Вот тут как раз, Михаил, ваша ошибка. Конечно, надо священнику сказать. Вот и обсудить и проблему. Конечно, сложились какие-то комплексы, но они сложились еще и не только объективно, но и субъективно на фоне осуждения. Конечно, это тяжелая драма или даже трагедия, что такое произошло у вас на глазах, что вы оказались свидетелем такого греховного события, которое связано с самим близким человеком. Я понимаю, вам тяжело, но церковь и дает возможность преодолеть, а лучше даже сказать, что сам Господь снимает какой-то камень, вот такой духовный камень, который угнетает душу, отравляет жизнь сам своей божественной, всемогущей силой, причем очень деликатной. Господь совершает свои чудеса так, что мы даже подчас этого и не замечаем. Действительно совершается чудо, а как оно произошло, когда, даже и сказать подчас бывает трудно. Так вот, я уверяю вас, что такое чудо произойдет. Но для этого вам как раз нужно обратиться к священнику. Это можно решить только в церкви. И тогда вы сможете и преодолеть то осуждение, которое поселилось в вашей душе. Сможете преодолеть и страх, причем такой неразумный страх. Конечно, нужно как-то вести себя очень и очень корректно, очень вдумчиво по отношению к представительницам прекрасного пола. Это живые люди своим каким-то бестактным, бесцеремонным поведением. Нужно их оскорбить, задеть, приничать какую-то боль даже против своей воли. И обо всем этом можно советоваться священникам. Просто вот каждую проблему, это все проблемы, это не простые задачи, это не то, что там, вот сказал, пошел направо, пошел налево, и все проблемы решатся. Нет. Вот нужно их учиться решать. Они очень тонкие, одухотворенные и эмоциональные одновременно, и требуют деликатности. Так что, основа всего – вера и покаяние. Если вы принесете это пред Богом, Господь вас и научит и мужеству, и деликатности, и здравому смыслу, и избавит вас от всех ваших греховных комплексов и заморочек. Помоги, Господи. Меня мучает одна проблема. Я веду распутный образ жизни. И чем дальше я это делаю, тем больше чувствую, что отдаляюсь от Бога. Я начинаю искренне это осознавать, в моей душе сидит боль. Если я искренне во всем раскаюсь, простит ли мне Бог все мои ошибки? Спрашивает Робожий Дмитрий. Да, Дмитрий, Господь простит, но при условии, что вы принесете настоящее покаяние. Не то, что придете пред Господом и скажете, «Господи, я сожалею о том, что я грешу, и меня это мучает». Это совсем не покаяние. Надо осознать, что сколько зла, пусть против воли, вы причинили тем, с кем вы грешили. За это покаяться. И в том, что нарушали заповеди Божии, в этом надо покаяться. Но самое трудное, наверное, это дать Господу обещание никогда больше так не делать. Вот прекратить распутный образ жизни, категорически. Если вы его не прекратите, тогда это и не покаяние. Вполне можно решительно, вот собравши волю в кулак, прекратить делать зло. Господь так и говорит в Священном Писании, прекратить и делать зло. Это можно сделать решительно. И если продолжить, научитесь делать добро. Вот добру надо учиться, а зло можно решительно прекратить. Вот это и будет началом, таким правильным началом вашего покаяния. Вот на этом пути, конечно, вы приобретете милость у Господа, и Господь простит вам все ваши грехи и ошибки. Но, повторяю, самое главное и, может быть, самое трудное – это решительно прекратить этот распутный, недопустимый образ жизни. Вот дай Бог вам силы решимости, твердости, мужества. И вот решил и раз и навсегда, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Надеюсь, что наши ответы помогут вам в вашей жизни. Будем ждать новых вопросов. Присылайте их на сайт «Закон Божий». До новых встреч в эфире. Господь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»